Только машина начала движение с правой стороны. И вот в районе водительской двери собака выскочила, отскочила. Пес, по рассказу Елены, видимых травм не получил. Выяснив у соседей, что у Хаски есть дом, женщина попросила хозяина связаться и рассказать о состоянии собаки. Владелец заявил, что лечение обошлось ему в 2500. Когда Елена предложила разделить счет, узнала, что стала единственной виновницей инцидента. Я говорю, ну, собственно говоря, это ваша собака, и ваша собака как-то вот бегает сама по себе-то. Я с себя-то ответственность не снимаю. Сказала, что, ну, раз не хочешь платить, я буду вызывать ГИБДД. О том, что она сознательно покинула место аварии, водитель узнала уже от инспектора, который позвонил с телефона хозяина. Девушка утверждает, что взять у нее показания правоохранители отказались. При этом с ее слов протокол был составлен некорректно. К вам вот вопрос, как заместителю. А вообще какие-то учебы для сотрудников есть, которые составляют материалы, которые собирают материалы, которые расследования проводят? Елена считает, что таким образом хозяин решил ей отомстить. И даже подозревает истца в возможных связях с ГИБДД. Сам хозяин отрицает свою связь с правоохранителями. По словам мужчины, пес действительно находится на самовыгуле. Мясец говорит, что после столкновения с машиной Хаски получил ушиб и хромал три недели. Я вам все оплачу, никуда не звоните, ничего не делаю. Через два дня я назвал сумму, она не стала оплатить. Я вызвал сотрудников ГИБДД и все. Не хочется так наказать. А у меня лично сотрудников ни в ГИБДД знакомых вообще нигде нет. В госавтоинспекции детали составления протокола не комментируют. Все свидетели опрошены, формы соблюдены. Нарушение требований пункта 261 правил дорожного движения Российской Федерации оставило место дорожно-транспортного происшествия, что подтверждает свидетельскими показаниями. В отношении женщины с сотрудниками ГИБДД города Мясо был составлен административный протокол. Сейчас машина Елены стоит в гараже. Суд лишил ее прав на год. Одну апелляцию бывшего водителя уже отклонили. Теперь женщина намерена обжаловать решение в высшей инстанции.